Вы знаете, в социальных сетях, опять же, для меня, для себя, если честно, закрыла вот эту вот занавеску, даже не занавеску, просто поставила себе стену, потому что больше, мне кажется, была война не между людьми, которые держат оружие, а была информационная война, и кто кого перепостит, скажем так, да, кто кого перепостит, перекомментирует, то есть я получала на свою стену какие-то, например, ну, соображения там одного или того, ну, каких-то людей, например, да, настроенных против Украины или против России, например, или против и тех, и других, и дальше шли комментарии с такими оскорблениями взаимными, с такими грубостями, И я поняла, что вот не хочу я в это играть, тем более, что мне, наверное, мне бесконечно жаль тех людей, которые попали под огонь, мне бесконечно жаль тех людей, которые вынуждены покидать свои дома и просто скитаться по свету фактически, да, Потому что мы каждый день там строим свой дом, там какой-то приносим, какую-то финтифлюшку там вешаем, ой, нам нравится, какой-то шкаф покупаем, и вдруг вот это все влетает бомба, знаете, и этого всего нет. Слава богу, что, то есть ты думаешь, слава богу, что я с детьми успел, а когда еще маленькие дети, это вообще превращается просто в катастрофу, какого-то вселенского масштаба. Но кто прав и кто виноват, решит, наверное, время, а может и не решит вовсе. Поэтому мне бесконечно жаль всех людей, которые не получают информации. Хотя, не знаю, было бы мне легче, если бы я знала все. Наверное, нет. Война – это очень и очень, не знаю, сказать плохо, значит ничего не сказать. Война – это большая катастрофа.